Аварийные дома разваливаются, деревья падают прямо на детские площадки, люди испытывают острый дефицит воды. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют, смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Без права на воду жители Новоалтайска возмущены отсутствием питьевых колонок в городе. Не работает уже 4 сколько дней. Это нормально? Нет, получается, люди лежат? Откуда нормально? Эта вода принадлежит народу. И где эта вода? В шаге от беды на детскую игровую площадку рухнул тополь. По счастливой случайности детей поблизости не оказалось. Могли пострадать дети и взрослые. И эти уже регулярно получается, вот эти тополя валятся. Обращение в администрацию, обращение в ДЭС ничего не дают. Одна из немногих оставшихся в живых питьевая колонка. Жители частного сектора набирают здесь воду, удаляют жажду прохожие. Еще лет 20 назад таких питьевых общедоступных мест было огромное количество. Но с каждым годом их становится все меньше. Ресурсоснабжающие организации их сносят. Колонка на улице Береговая. 29. Тут ближайший дом находится. Люди сказали, что приехали представители водоканала и убрали ручку, чтобы нельзя было набирать воду. Подошли к привычному месту, а набрать воды не получается. Колонка на улице Береговая перестала работать. Инициатива, говорят люди местного водоканала. У нее убрали ручку для того, чтобы набирать воду. Она давила на штырь, видимо, там. И набирали воду люди. Водоканал, видимо, убрал ручку для того, чтобы люди не пользовались. Потому что бесплатная вода, видимо, водоканалу невыгодна. Безобразие просто. Потому что, понимаете, у нас в городе не очень хорошая вода. Водопроводные сети. Люди приезжали сюда набирать. Ну, я отлично, чисто для чая набирал. Есть люди из частного сектора, например, Белоярск, Зудилово. Они здесь регулярно набирали воду. Потому что дома у них вода, даже с учетом фильтров, очень некачественная. Не работает уже 4-5, сколько дней. Это нормально? Нет? Получается, люди лишили... Ну, откуда нормально? Эта вода принадлежит народу. И где эта вода? Разломали, наверное, чтобы разломали, чтобы покупали магазин коммерческий. Наверное, какие-то вопросы свои решают. Все никак не насытится. Как без воды. И ни туда, и ни сюда, что называется. Во многих домах здесь нет централизованного водоснабжения. Какое бы оно ни было у нас, но без воды-то вообще никак. Жители подняли волну негодования. В социальных сетях они не понимают, почему коммунальщики решают последнего. Причем тенденция по исчезновению питьевых колонок в Новоалтайске с каждым годом только усиливается. А это бывшая колонка возле казначейства. Тут тоже была хорошая вода. Я тоже здесь набирал воду. Вот сейчас все, что осталось. Похоже, это то, к чему стремится наш водоканал. Чтобы все колодцы были вот такие, чтобы нельзя было воды набрать. Почему жители Новоалтайска лишают бесплатной воды, мы спросили у местного водоканала. На камеру пояснять отказались. Ответ дали письменно. На территории города Новоалтайска расположены 30 водоразборных колонок. Которые предназначены для водоснабжения населения частного сектора. При отсутствии в домах централизованного водоснабжения. Вот только ни жители, ни наша съемочная группа такого изобилия колонок в Новоалтайске не обнаружили. Ситуация становится комичнее, когда ресурсовики добавляют, что пользоваться водой с колонки может только определенная категория граждан. Водоразборными колонками могут пользоваться жители города Новоалтайска, у которых отсутствует централизованное водоснабжение и заключен договор водоснабжения с компанией «Новоалтайскводоканал». Несанкционированное пользование колонками не допускается. Получается, ни уставшие прохожие, ни гости города пить из колонок права не имеют. А если и пьют, то за это могут наказать. Но вопреки этому желающие нашли способ незаконно утолить жажду. Нашли кусок железа и соорудили ручку. Шалаш – это, конечно, прекрасно. Отличный летний домик для детей. Вот только в моем детстве сооружали мы его, пожалуй, целый день. Искали ветки. Но детям дома на Островского ничего искать не нужно было. Соорудили убежище всего за каких-то пару часов. Помогло упавшее прямо на детскую площадку дерево. Гнилой тополь. Обпиливает, не обпиливает. Вот сучок, вот он, аварийный. Вот видите, вот дерево сломало, так. Гараж ударило. Вот, хороши людей никого не было. О проблемном доме на Островского, 52, мы уже рассказывали в мае этого года. Жители тогда жаловались на опасные аварийные деревья, которые дышат на ладан и вот-вот готовы упасть. Через несколько месяцев после нашей съемки дерево рухнуло вновь. На этот раз не на гараж, а на детскую площадку. Детей чудом не оказалось рядом. Спасло то, что был ливень и дети не бегали. Если бы дети бегали, им ни ветер, ни помеха, ничего. Упало бы на детей. Дерево лежало именно вот здесь, где они постоянно играют. Это что-то страшное. Я не знаю, вырезку надо производить абсолютно везде. Но санитарная обрезка и управляющая компания ДЭС-2 себя не обременяет. Жалуются люди. Сколько не бейся, тишина. Могли пострадать дети и взрослые. И эти уже регулярно получается, вот эти тополя валятся. Обращение в администрацию, обращение в ДЭС ничего не дают. Уже сколько раз писали жалобы, в администрацию подавали. Уже упросили, то есть следите за деревьями. Вот с этими тополями сколько раз говорили, то есть вот, пожалуйста, слава богу, никого не убило. Единственное, чем помогли коммунальщики, так это распилили рухнувшее дерево. Но вывозить не стали. Останки дерева облюбовала детвора, соорудила шалаш. Игрушку, да, шалашик, он какой хороший у них сделали. Ну, как бы хорошая игрушка, но лучше таких игрушек не надо, чтобы не было. Соседи сказали, дерево упало, девочка какая-то была, хорошо убежала. И вот я вчера в ЖЭО позвонила, я говорю, почему дерево лежит, его надо убирать. Дети с мусорки таскают доски, делают шалаши уже, им играть надо. И вот они с этим деревом играют. Мы, в свою очередь, сами решили связаться с обслуживающей компанией ДЭС-2. Но, видимо, там про рабочее время не слышали, трубку не берут. Это даже не обед, 10.45. Стоит обратиться на телефон дежурного администрации района. Это оперативный способ воздействия. И такой более эффективный, но несколько более долгий, это обращение в органы прокуратуры. Значит, стоит туда обратиться, изложить ситуацию, может быть, фотографии приложить. Показать о том, что действительно дерево требует обрезки или даже сноса. И уже прокурор внесет, соответственно, акт прокурорского реагирования. Скорее всего, это будет или предостережение, или представление о необходимости проведения соответствующих действий со стороны управляющей компании. И жителям стоит поторопиться. Непогода зачастила, ливни и сильные порывы ветра случаются регулярно. Так, буквально на прошлой неделе, прямо в центре города, из-за сильного ветра сломалось дерево и придавило ребенка. Который, кстати, тоже играл на детской площадке. Ребенку тогда диагностировали перелом ноги. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи!